Приветствую вас, аноним. Жаль, немного, что вы аноним. Вот, хотелось бы, наверное, все-таки по имени к вам обращаться. Ну, да ладно. Смотрите, есть два момента, точнее, даже, наверное, три момента, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Первый момент заключается в том, что муж ушел к любовнице не просто так, у него для этого были, скорее всего, определенные основания. Эти основания для ухода к любовнице, как правило, связаны с определенной неудовлетворенностью в отношениях. То есть, когда человек что-то в отношениях не устраивает, понимаете? И раскаивание человека, то есть, словно говоря, вот то, что человек раскаивается, это, конечно, хорошо. То, что он раскаивается. Но на практике, на практике, если никаких решений, если никаких выводов из этой ситуации, если никаких, как бы, таких прогрессирующих заключений не будет сделано, то ситуация может повториться. Потому что, да, сейчас он может чувство вины, сейчас он готов делать условно все, чтобы вы его простили и прочее, прочее. Но что будет, когда чувство вины пройдет? Что будет, когда мужу, я не знаю, вновь покажется, что, ну, что он, например, там, не знаю, что он там делает достаточно, да? Что он, вообще-то говоря, там, хороший, что он, вообще-то говоря, там, не знаю, трудится, не покладает рук, ног и всего такого, что произойдет, понимаете? Вот. То есть устраивать отношения на чувстве вины или на любом вот таком компенсаторном чувстве, мне кажется, означает проигрыш для семьи и для, ну, вообще для отношений. Вот. Поэтому уход вашего мужа к любовнице это системная проблема. То есть это проблема ваших отношений. И это те проблемы, которые начались у вас до того, как вся эта ситуация произошла, но это те проблемы, на которых вы не обращаете свое внимание. Вот. Которые вам, ну, вот, по бы или иной причине кажется несущественным, раз об этом вы не говорите. Вот. То есть, да, та проблематика, которую вы описываете, я не еще скажу, важна, безусловно, важна. Но, повторюсь, хронологически, хронологически ситуация такова, что ваш муж ушел к любовнице не просто так. Понимаете, поймите это, пожалуйста. У него были для этого основания, у него были для этого причины. И дело не в том, что сейчас, кто виноват, там, и какой он, там, плохой и всякое такое. Нет. Дело в другом. Дело в том, чтобы вам и вашему мужу понять, если вы хотите сохранить, как бы, свои отношения, вам важно понять, что привело к тому, что мужа захотелось идти к любовнице. Понимаете? Вот, вот, например, муж раскаивается. Говорит, что готов помочь и прочее, прочее, прочее. Хорошо? Что? А не хватало ему чего, что он ушел-то? Вот. Ну, лично-то ему чего было у любовницы? Вот. Что в наших отношениях было, когда он ушел? От чего он уходил? Ну, он же, наверное, наверное, он же все-таки от чего-то уходил? В отношениях с вам. Ну, так от чего он уходил? Это важно. Это важный момент. Потому что понимание того, от чего он уходил, да, с вами возможно что-то с вашими отношениями делать. Что-то менять в них. Они слепую надеются, что что-то произойдет. Дальше. Уход к любовнице. Измена. Это травма. Для вас это психологическая травма, в первую очередь. И работать с этим нужно. Как? С любой психологической травмой. Вот. То есть, это разрушение вашего образа Я. Да? Это застревание, там, условно, на определенных чувствах. Вот. Это трудности при проживании некоторых чувств. Ну, вот, ваших чувств я имею в виду. Некоторые трудности Эппова. Понимаете, да? И это важно. На самом деле. Если вот мы хотим помочь вам. Это важно. Важно на это обратить внимание. Важно зафиксироваться на этом. И, как бы, вот эта вот идея сравнивать, ну, того, чтобы сравнивать с ребятами. С, ну, вот, с другой женщиной. Вот. Эта идея, она очень похожа на последствия травм. Ваши травмы. Травмы ухода, вот, собственно, мужа, да? И его измены и так далее. Вот. Поэтому, та боль, которая у вас, бывает, и есть, с ней нужно обращаться. С ней нужно работать. Её нужно прожить. Травму нужно, словно говоря, пролечить. Вот. А вот что вы делаете с болью, которую причинил вам ваш муж? Что вот мне делать? Что вот мне делать? Дальше. Я бы хотел развести прощение мужа и сравнивание себя с любовницей. Вообще, это очень разные вещи. А, сравнивать себя с любовницей, это одно сравнение. С себя с любовницей, это одно. А прощение мужа, это другое. Сравнивать себя с любовницей вы можете в любом случае переслать. Когда будет приведена в порядок ваша наценка, ваше восприятие себя и так далее. Это всё будет в порядке. А вот простить мужа вы можете и не простить. То есть это вы либо дорастете до этого и достигнете такого состояния, когда сможете простить, либо нет. То есть мне кажется, что нет договора, что вы хотели бы простить, но не прощаете. Это самообман. Вы либо прощаете человека, либо нет. Если вы его сейчас не прощаете, значит вы с ним находитесь и позволяете ему быть с вами по какой-то другой причине. Ну, например, доказать, что вы не хуже, чем его любовницей. Как один из вариантов. Поэтому прощение здесь никак не связано с тем, что вы сравниваете себя с ним. Никак. Абсолютно. Понимаете? Прощение – это некое такое состояние души, состояние психики человека, когда он способен впитать в себя поступок человека так, чтобы он его не ранил. То есть стать настолько выше, настолько больше этого, что способен это принять. Это может не каждый человек и не каждый человек должен так делать. Если честно, никто не должен. Поэтому, если мы говорим обращение, то это в первую очередь работа над личностным ростом. Это умение обращаться, может быть, немножко опасно прозвучит, с более высокими материями. Вот так я бы сказал. С более высокими материями, с более глубокими категориями. Понимаете? Ну и последнее, наверное, на что хочу обратить ваше внимание – это на вашу способность опираться на саму себя. На ваше отношение к себе. На ваше восприятие себя. Да? Как у вас состоят дела с этим? Мне кажется, это весьма важный вопрос, потому что в какой-то степени от ответа на него зависит то, как дальше будут складываться ваши отношения. Если вы будете демонстрировать ему свою зависимость, чувство вины у него быстро пройдёт и будет то, что будет. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за отклик по моему ответу. Это поможет вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!